Я в этом бизнесе уже более 12 лет и, в принципе, как бы понимаю все от надоярку. Мы одна из немногих компаний, которые представлены за Ружубежом. У нас есть представительство в Сталине, представительство в Кракове, в Польше. И мы работаем как международная компания, потому что рынок очень тяжелый и выжить как украинская компания очень тяжело. Понимание, в принципе, правильное, но нужно понимать и открывать международные стандарты, международные законы. По поводу... Вообще вопрос очень глобальный и он будет реформироваться. И вообще его надо подходить со стороны, наверное, Верховной Рады и готовить проект, как на Министерство социальной политики, так и на Министерство инфраструктуры. По поводу налогообложения, да, вот это первый вопрос. Если моряк, кто платит налоги вообще, в принципе, с удовольствием, в отрасли? Налоги всегда платит моряк. Ни один работодатель за моряка налоги не платит. Чтобы вы понимали, да? В Кипре есть какое-нибудь конкретное законодательство. Это называется судоходный акт. В основном 80% компаний находятся на Кипре, если мы говорим в Европейской Союзе. И согласно этому судовому акту моряк является налогоплательщиком. И в контракте это указано. Также, если вы возьмете контракты профсоюзов, АТФ, то там написано, что работодатель, да, он не платит за моряка 15, 20, 30%. Если мы хотим привлечь такую огромную отрасль, как морскую, да, и сделать это правильно, и получить действительно защиту профсоюзов, оплату налогов, здесь надо подходить глобально и согласно хороших морских практик международных. Это Китай и это Филиппин. Когда-то я планировал открывать офисы в Китае, в Филиппинах и узнавал все лицензированные условия по этим пунктам. Там система построена совсем по-другому и, в принципе, довольно правильно. Если мы говорим, я бы начал бы эту реформу с лицензированиями, да, на данный момент у нас около 600 крюинговых компаний. По факту, те, которые работают и те, которые отправляют в рейс моряков и имеют прямые контракты, их около 50. Это даже можно включить, это даже можно включить представительство иностранных компаний. Это очень, как бы, немного, и это отрасль надо развивать. По поводу, смотрите, по поводу налоговложения. Если мы скажем морякам, что вы должны платить, ребята, 15-20% с вашей зарплаты, вот, ну, у нас в Херсон, в принципе, каждый четвертый это моряк, практически как в Одессе. Если мы скажем своему родственнику, друг, заплати, пожалуйста, 20% налога и подай декларацию, то мы, конечно, слышим очень много хорошего. То есть мы должны подходить с другого бога, да? То есть если мы будем давить экономику, то зачем нам Сенгапурская школа? Зачем мы проходим Сенгапурскую школу, если мы давим экономику, и мы хотим ее зажать? Мы, наоборот, должны идти в международное поле, смотреть, как там сделано, и, соответственно, принимать метод. Смотрите, как сделал Китай. Очень просто. Хотите отправлять китайских моряков? Да, без проблем. Каждый иностранец может приехать, открыть компанию, крюинговую, и отправлять китайских моряков. Чтобы это сделать, у него должен быть фонд. Фонд в 1 миллион долларов. Он официально переводит на счет 1 миллион долларов, проходит сразу быстренько мониторинг, и ему выдают лицензию. Вы можете отправлять моряков. Зачем этот миллион долларов? В случае каких-то проблем с судовладельцем, потому что крюинг, он является посредником, и вообще система судоходства, она выглядит следующим образом. Есть сам судовладелец, да, регистровый, его называют. Он находится в основном в системах офшора. Это Белиз, это Сатвинсент, вы к нему не доберетесь никак. Этот регистровый судовладелец, он назначает менеджера, менеджера, который будет отвечать за персонал, менеджер, который будет заниматься судном, документы, техническое снабжение, и оператор, который занимается грузом. Вот так как бы все происходит. Соответственно, вот что предлагает Китай? Вот Китай предлагает, если в случае каких-то проблем у этого судовладельца финансовых, и моряки попадают в неловкую ситуацию, допустим, невыплата зарплаты, да, судовладелец обанкротился, нет питания, и нужна репатриация, Этот фонд тратится, моряки возвращаются на родину, и крюинговая компания должна этот фонд, соответственно, потом компенсировать. Точно такая же система есть и на Филиппинах. Но там сумма намного меньше, там 100 тысяч долларов. То есть надо начать вот с этого. Когда у вас будет, допустим, 30, 40, 50 компаний крюинговых, которые вы будете видеть, которые с фондом, и которые гарантируют качество обслуживания, как судовладельцам, своим клиентам, так и морякам, и выступают в качестве посредника. Это первое. По поводу налогообложения. Что вообще, какие стандарты есть? Есть такой стандарт, как социальный взнос работодателя. Этот стандарт есть, как в Китае, этот стандарт есть и на Филиппинах. Он фиксирован 20-30, 40, 50 долларов. Для Украины 50 и 70 будет дорого, а стандартный социальный взнос 20 долларов в месяц заработающего моряка. 20 долларов. Если мы возьмем в Керсон, то примерное количество моряков, активных, которые находятся на борту, это около 10 тысяч. Примерно. Итогов в Украине около 50. Керсон берет 20 процентов в общем количестве. Если вы посчитаете эти 20 долларов, умножить на активных, постоянных, находящихся на борту, 10 тысяч, получается 200 тысяч долларов. Примерно 1,7 миллиона гривен в поступлении в бюджет. Это вы контролируете вместе с поступлениями от компании. То есть компания, крювингер, выставляет инвойс, счет фактуру, своему клиенту. И в эту счет фактуру включается социальный взнос работодателей. Соответственно, бюджет получается из ПАГ. К примеру, если наш бюджет города сколько составляет, примерно 350, да? 350, 400 миллионов. Если у нас здесь тысяч активных моряков, они могут компенсировать примерно 25 процентов этого бюджета. Примерно 70 миллионов. Гривен чистых поступлений от тренунговых компаний. Керсонского моряка. 25 процентов бюджета это как бы довольно неплохие залоговые поступления выше, там, 3 кубляра, да? Не-не-не-не. Вы дорого. Нет, я не имею в виду, вы смотрите, за вот этот небольшой социальный взнос. А где это у нас тот, он не входит. Это у нас ЕСВ облачивается. Нет, это понятно. Единственный социальный взнос не относится ни к бюджету, ни Ферсона, ни к государственному. Это отдельный фонд, откуда выплачиваются пенсии, социальные взносы. Я заплазил, да? Я просто говорю, что с чего это начать? То есть мы начинаем с лицензировать. То есть мы делаем серьезные компании, да? Мы подключаем международные стандарты. И мы просим иностранных работодателей, которые берут украинских моряков, платить социальный взнос. То есть по всей практике работник не платит, да? То есть работник не должен оплачивать труд. Вот. Соответственно, мы подключаем работодателей иностранных. И делаем им моржу небольшую, добавляем шерфактуру. Ну, филиппинцы просят 50-70, да? Точно так же просят примерно китайцы. Украинцы пока не на том уровне в развитии этой индустрии. Соответственно, 15-20 долларов социальный взнос с одного моряка, работающего на борту, будет довольно неплохо. Это будет хорошее поступление в бюджет. Дальше. По поводу, это по поводу оплаты, да? В Греции, допустим, в Греции, у них привязка идет 1% зарплаты. 1. Ну, 20%, ну, давайте говорить откровенно, для моряка зарплаты, допустим, танкерного флота 15 тысяч долларов, заплатить 3 тысячи долларов, это, конечно, отлично и хорошо. Но, к сожалению, когда мы касаемся денег, будут всегда вопросы у денег. Тем более, вопрос контроля. Вопрос контроля. Банковские переводы разные могут быть на значение платежа. Вот, иностранные банки. То есть, если мы будем, скажем так, закрывать эту отрасль, душить, да, и подходить не с творческим процессом, знаете, а как у нас, в принципе, и создан. Вот, то мы не выйдем с этой ситуацией. То есть, мы должны подойти с другого бока, понимаете, создать рабочую группу и подумать, как это все решить, как это решают люди с международным стандартом. Греки, киприоты, китайцы, филиппинцы. Вы имеете в виду то, что устроился? Конечно, это правильно. Для этого есть международный стандарт. И дискутируем. Почему вот должен, к примеру, моряк, должен отличаться от другого наемного работника, который работает в Украине. Потому что он не работает в Украине. За рабочую группу берут 18. А это? Я знаю, я знаю. У нас есть депутаты, представляющие в ресторанчаном предметов, правильные предложения, сформировать их для того, чтобы они презентовали. Но у нас же есть там конвенции, равенство, все в равных условиях. Наши законодательства, в принципе, неплохо. Они частично взяли лицензированные условия с Филиппин. То есть, если мы зайдем на сайт Филиппин, правительство, то в принципе лицензированные условия частично взяты оттуда, и они неплохие. Просто если мы говорим, что мы становимся на путь развития, понимаете, то значит мы должны их еще дополнить, привлечь. Потому что и филиппинцы, и китайцы, они так же меняют свое законодательство. Они так же все идут ногу со временем, понимаете, шаг за шаг. А сама ведь Крым говорит, что Ваня, допустим, ваша, она работает здесь по законам нашей страны. Рекоментированные условия, есть ли, конечно, конечно, конечно. Сдается отчетность, да, конечно. А мы приглашали себя в занятости, чтобы прокомментировать эту ситуацию, потому что мы, как мы общаемся, у нас особо, что эта сфера не урегулирована. Нет, сфера не урегулирована, и выдаются лицензии на процедуру, что в армии за кордоном. Выдается Министерство социальной политики. Там есть лицензированные условия, которые менялись пару лет назад. Они, в принципе, у них все прописано, да. Но, чтобы дать толчок бизнесу, если мы хотим видеть, чтобы шли какие-то дивиденды с наших талантливых моряков, а они действительно наши талантливые, трудолюбивые моряки, понимаете, и дать толчок развитию этой отрасли, то нам надо, конечно же, подойти с другого бока. То есть, надо поменять лицензированные условия, надо сделать фонд гарантированный, чтобы в случае, понимаете, вот смотрите, что такое гарантированный фонд. Когда человек вложил деньги, да, он уже не будет отправлять на клиента, который, возможно, не платит деньги моряков. Вы согласны со мной, да? Вот. То есть, он уже сто раз подумает, а смысл мне с этого фонда потом платить, если риск этого судовладельца, риск эсэсмента, да, он очень велик. Никто не будет рисковать, нет смысла. Вот. То есть, тут надо начать с лицензированных условий, да, дать возможность организации фонда, также внести социальный взнос от работодателя. Тем более, международный рынок, он уже подготовлен к этому, он теплый, потому что основные поставщики, это филиппинцы и китайцы, уже это внедрили, внедряют это уже много лет. И дальше надо еще добавить фонд профсоюза. Небольшой, небольшой фи, скажем так, вознаграждение, к примеру, там, 5 или 10 долларов. И создать единый морской государственный профсоюз Украины. На, взять модель филиппинцев, если у нас 50 активных моряков, множество 10 долларов, это почти полмиллиона долларов. Для профсоюза международного это вполне достаточно, даже больше, чем надо. Соответственно, они покроют представительство всех основных портах. И в случае каких-либо проблем моряк может обращаться, потому что он является членом профсоюза. И, соответственно, профсоюз будет на его стороне. Профсоюзы Филиппинцы это самые, считается, самые лучшие, ведь часто будут, да? Да, это единственный, единственный, самый сильный профсоюз. Да, это по защите своих моряков. Но у нас тоже это было не работает, да? Ну, у нас много кто есть, понимаете? Но надо сделать вот стандарт один, добавить какое-то агентское счет в культуре, вот, и создать серьезный профсоюз. И тогда, понимаете, тогда наша отрасль, она, конечно же, начнет работать. Конечно же, начнет работать. Шарлатаны, проходимцы, они не будут заходить на этот рынок, потому что нужно платить социальный взнос, нужно платить профсоюз. Есть серьезные, сильные, лицензированные крюинговые компании, которые не занимаются на сегодня документами. Понимаете? Потому что 600 крюинговых компаний, из них 550 занимаются документами. А зачем вам заниматься документами, если у вас лицензия на процедуру штуванья за кордором? Так надо, наверное, ехать в Дубай и разговаривать, и просить, ехать в Сингапур, ехать в Лонкон и налаживать связи, а не сидеть в интернете, в офисе, квадрат 2 на 2 и жаловаться на жизнь. Понимаете? То есть нужно создать сильные, лицензированные компании, с хорошим гарантированным фондом, к ним привязать профсоюз, к ним привязать социальный взнос работодателя и начать эту индустрию. Следующим, конечно, шагом, и это все на самом деле очень можно реализовать в ближайшее время, это не требуется больших усилий, надо поменять законодательство в течение года-полтора, это можно все внедрить. В дальнейшем надо, конечно, привлечь инвестиционные компании, другие компании, сделать им ноль, ноль налогообложения, если это возможно, конечно. Мы привлекаем судоходные компании, судоходных менеджеров. Делаем им ноль и вывод на капитал 5-10%. Это великолепные, классные условия, но при огромных их оборотах и на вывод капитала государство получит большие делители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова